Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об одной книге, с которой у меня очень и очень непросто складывались мои читательские отношения. Мы привыкли говорить в основном о книгах, которые мы любили с детства, которые нас когда-то потрясли, любовь, которую мы сохранили на протяжении всей жизни и старались привить эту любовь своим детям. И очень хотелось поделиться своими читательскими впечатлениями об этих книгах. И искали их для своей библиотеки именно в тех же изданиях, в каких читали когда-то давным-давно. Но вот с этой книгой такого не случилось. В детстве я ее просто-напросто не читала. Я ее не то что не читала, но даже абсолютно ничего о ней не знала и даже о ней не слышала. Потому что очень многие книги, даже если мы их не читаем, они у нас на слуху. Они где-то встречаются, встречаются в литературе, встречаются в разговорах, в каких-то передачах, в каких-то других отсылках, публикациях, что упоминаются какие-то герои. Даже если мы, допустим, не прочитали книгу Дон Кихот, то мы прекрасно знаем, что есть такой литературный персонаж, что есть такой роман, и этот образ печального рыцаря, странствующего борца за справедливость, знаком абсолютно всем. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что 90% все прекрасно о нем знающих читали этот роман. Если читали, то адаптированный какой-то сокращенный вариант, либо не весь и не до конца. Но вот об этой книге я не слышала вообще ничего практически до того, пока не стала взрослой. Почему-то этот герой нигде не упоминался. Я, например, очень любила передачу «Клуб знаменитых капитанов», все время перелистывала какие-то там литературные журналы, литературные публикации. В детской литературе он не встречался, никто из книжных героев не читал эту книгу, не делился своими впечатлениями о ней, тогда как о других героях было слышно, они участвовали в разных там передачах, в разных каких-то мероприятиях, в сценариях буквально, да, как вот особенно упомянутый «Клуб знаменитых капитанов», там было очень много героев, в том числе зарубежных героев из книг. А вот этого героя, как-то о нем совершенно было ничего не слышно, я ничего о нем не знала. И первый раз увидела книгу, когда в 1987 году издательство «Правда» выпустило толстенький такой томик, в котором было три повести зарубежных детских писателей. Это были повести Питер Пенн, Тим Таллер или «Проданный смех» и Мэри Поппинс. И вот две повести я знала, читала, знала их, любила, могла рассказать что-то. А вот повесть Питер Пенн мне была неизвестна. И вот как-то как раз вот именно с этого времени я что-то о нем услышал. И тут уже начались вот какие-то... Он уже появился в пространстве, скажем так, детской литературы, и уже стало слышно, что вот есть такой герой, который такой мальчик, который не хочет взрослеть, который все время хочет оставаться ребенком, и этот мальчик умеет летать, и у него есть своя собственная страна. Все это было как-то так туманно, неконкретно, и в общем, не часто употреблялось, не часто вспоминалось и цитировалось. Ну, в общем, такое вот понятие о герое уже появилось. Оно уже как-то, что называется, витало в воздухе, да. И потом мне, конечно, хотелось собрать хорошую библиотеку для своей маленькой дочери, и хотелось самой читать. Тем более, когда вот в 90-е годы начался бум переиздания, и хлынул вал, такой вал литературной продукции, когда стали печатать все, что раньше не печаталось, да. И вот в этом огромном океане книг выплывали те книги, которые не печатались, не переводились, давно не переиздавались, но теперь выходили с новыми иллюстрациями, в совершенно новом издании. И вот именно тогда мне удалось купить эту книгу, книга Питер Пенн, в переводе Ирины Татмаковой, я приобрела вот такую книгу. Хотя это было, конечно, и это издание, и издания, о котором я упоминала, были далеко не первыми. Оказывается, Питер Пенн издавался и раньше. Первый его перевод сделала Нина Демурова. И эта история, в общем-то, известна, ее можно найти в интернете, как переводчица работала за границей в Индии, и там ей встретилась очень интересная книга, ей понравились иллюстрации, она ее купила, перевела и попыталась ее издать. Но ей отказали, как-то такие вот мальчики с буйной фантазией, как-то вот не приветствовалась какая-то такая, вот слишком буйная фантазия. И как-то, ну, в общем, не получилось. Издание задерживалось, правда, потом ей помог Корней Чуковский. И книга вышла, но вышла небольшим тиражом. В конце 60-х она была издана. Ну вот о ней действительно как-то было мало слышно, и практически никто ничего о ней не знал. Совершенно нигде не было никаких упоминаний. Я вот очень любила том детской энциклопедии, литературный том, да, и перелистывала. И пусть я не все читала, да, из того, что там упоминалось, но тем не менее многие названия и многие авторы там были. Можно было посмотреть на портреты, на иллюстрации, прочитать какие-то аннотации. И, в общем, понятие о них имелось. А тут вот абсолютно ничего. И вот когда я приобрела эту книгу в другом переводе, я тогда еще толком не знала, какая там разница или что может быть. Ну, в общем, я очень радостная такая схватила книжку, прибежала домой и думаю, все, все, ну вот, наконец-то, это же детская классика, с ней же надо знакомиться, надо же восполнять пробелы, все эти лакуны. Это что, надо ликвидировать вот свое незнание. И я такая очень воодушевленная, мы с дочерью быстренько завершили свое чтение, что у нас там было, планировалось, дочитали какую-то читаемую книгу. И я, значит, чуть ли не торжественно открыла и начала читать. Я открыла книгу, начала читать и вот покажу портрет. Вот, значит, тут портрет Джеймса Мэтью Барри. Это художница, сейчас скажу, Наталья Тихонова. В книге много иллюстраций, достаточно много, и они интересные, и цветные, и черно-белые, и полностраничные развороты, и такие вот почти на каждой странице вот такое вот обрамление, небольшие заставочки какие-то, вот небольшие рисуночки. В общем, книга меня вдохновляла, и я думала, что вот сейчас мы ее быстренько-быстренько, сейчас мы ее с таким воодушевлением прочитаем, одолеем, и, 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 как я уже сказала, и как-то вот у нас почему-то не пошло. И что-то я читала, я пыталась, мы прочли первую главу, мы попробовали читать дальше. Я именно, знаете, такой стоял психологический барьер, мне так трудно было проговаривать вслух то, что было напечатано на странице. Дочка, в общем-то, слушала, не скажу, что прямо вот с каким-то там воодушевлением, давай, давай, будем читать дальше. Нет, вот, ну, слушала, ну, да. А мне вот прям было очень тяжело было читать эти строки, которые, значит, я видела на страницах. И что сказать, что я могу сказать? Вот говорят, что не очень ровный текст. На самом деле нет, меня не это останавливало, и мешало мне совсем не это. Никакие там литературные особенности, неровности или еще что-то меня абсолютно не смущали. Текст читается нормально, именно в плане, что произносится, он ложится на язык, он нормально произносится. Но в этом тексте меня цепляло абсолютно все. Очень многие вот слова, ситуации, предложения, очень и очень многое, чуть ли не в каждом предложении, что-то мне мешало, вызывало сопротивление, мне это не нравилось, меня раздражало. У меня вот все было чужим, все было совершенно не моим, не было вот никакого отклика, отзвука, да, когда часто что, когда читаешь и радуешься, да, 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 это же про меня, вот у меня точно так же, да. Вот замечательная книга. Нам же и нравятся книги в основном, когда у нас совпадает наше вот мироощущение, восприятие, чувство юмора особенно, да, когда мы смеемся тем же шуткам, когда мы узнаем какие-то знакомые словечки, ситуации и восхищаемся какими-то словами. Вот здесь меня не восхищало ничего. Мне все было очень трудно читать. И мы, я попыталась, у нас как-то не получилось, мы читали обычно на ночь, и поэтому времени так немного, мы, значит, как раз одолели эту первую главу, книгу я отложила, и, в общем, чтение я прекратила. Дочери тогда было где-то лет семь, наверное, она у меня очень рано научилась читать, и в этом возрасте уже читала бегло и читала объемные книги. В общем, книги такого объема и формата она вполне прочитывала и вполне с ними справлялась. Поэтому я абсолютно с чистой совестью, с абсолютно кристально чистой душой книгу просто-напросто отложила и перевела ее в раздел, что называется, самостоятельного чтения. Я тогда поступала так очень часто. Все то, что мне не нравилось, все то, что мне читать было неинтересно, я считала, вот это для нее, вот пусть она читает сама, это самостоятельное чтение. А вместе мы и читали то, что было интересно нам обоим. То, что мне хотелось читать, то, что я читала с воодушевлением, радостно, и, ну, пусть не радостно, вот где-то это были очень переживательные какие-то книги, но это было именно то, с чем мне очень хотелось ее познакомить. Вот. А то, с чем не очень хотелось, то просто стояла на полках, и она брала их сама и читала тогда, когда считала нужным. И я как-то даже не очень вникала в это. Ну и вот с этой книгой получилось именно так же. Я ее отложила и, честно говоря, совершенно не вникала и совершенно не интересовалась, что там с ее судьбой, прочитана она или нет, или так и стоит ни разу не открыто. И как-то вот меня это нисколько не заботило. Потому что герой этот был от меня далек, он был мне чужд, мне было вот совершенно это все неинтересно, и я даже толком и не знаю, насколько и как там, что, как складывались взаимоотношения дочери с этим героем. И я так потом когда-то у нее спросила, и она мне сказала, что, честно говоря, даже толком не помнит. То ли она сначала прочитала книгу, а потом уже увидела мультфильм, то ли наоборот. То ли сначала это был мультфильм, а потом она читала книгу. И не сказать, что книга не вошла в разряд, наверное, самых любимых, но была прочитана. И герой этот был для нее, ну как это сказать, наверное, гораздо более близок, чем для меня. И когда дочь была уже студенткой, когда она приехала на каникулы, и она как-то вот прям форменным образом однажды меня обязала. Говорит, так, все, мы садимся и будем смотреть, значит, вот фильм про Питера Пэна. И у меня, честно говоря, это предложение не вызывало никакого энтузиазма. И мне было и не очень-то и хотелось. Но он сказал, нет, все, мы будем смотреть. Ну, значит, сели и стали смотреть фильм. Вот. Смотрели мы фильм Стивена Спилберга «Джеймс Крюк». Все, наверное, его знают. Это фильм о том, как выросший Питер Пэн вновь, оказывается, на острове нет и не будет. При том, что он забыл, что он и есть тот самый Питер Пэн. И там разворачивается действие, капитан Крюк, ну и, в общем, все остальное по сценарию. С множеством трюков. И надо сказать, фильм мне очень понравился. Прям вот понравился, произвел на меня впечатление. И я так удивившись, думаю, ну надо же, ну надо эту книгу прочитать. Вот я воодушевилась, что эту книгу надо прочитать. Надо, 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 надо. Но книга почему-то так не прочиталась. Как стояла себе на полке, так и стояла дальше. Потом, уже потом, я увидела однажды в магазине книгу с иллюстрациями Эрика Кинкейда. И мне она очень понравилась. Мне очень понравились именно иллюстрации. И я тогда подумала, все, я хочу эту книгу купить. И с этими иллюстрациями я ее точно прочитаю. Вот настолько они мне понравились. И практически тут же я узнала, что эта книга, именно это издание, это даже не сокращенный перевод, а очень краткий пересказ. Очень сильно сокращенный. И, в общем-то, как-то не было смысла ее покупать. Я расстроилась с одной стороны, а с другой стороны было какое-то, знаете, такое чувство облегчения. Как двоечники, да, которые радуются, что или учитель заболел, или контрольную отменили. И, слава богу, можно не готовиться, и можно не читать, и можно не учить, и вообще можно заняться чем-то другим. И вот у меня было какое-то вот ровно такое же настроение, да, что я опять отложила и забыла на дальнюю полочку где-то там в своей голове. «Ладно, я с этим героем буду знакомиться потом». Именно не то, что с героем, как бы сюжет-то мне был уже давно знаком, я знала, о чем идет речь. Но вот именно прочесть, оценить текст, оценить качество текста, оценить перевод, насколько это интересно, вот почему-то как-то не складывалось. И я понимаю, почему это все не складывалось, да, вот прекрасно понимаю. Потому что, ну, как вы сами помните, да, если вы берете эту книгу в руки, открываете, начинаете читать, и там вдруг с самых первых страниц вы попадаете в семью Дарлингов. И с самого начала начинается, значит, история их женихбы, и описывается то, как у них появляются дети, и как мама, волнуясь, значит, мистеру Дарлингу, говорит, что вот, дети, у них появилась Бенди, и надо ее оставить. И тут они вдруг начинают решать, а могут ли они позволить себе и оставить себе ребенка. Вот. И это настолько не стыковалось с моими вообще представлениями какими-то, да. И это даже не просто так, не то, что не стыковалось, это просто настолько противоречило, что это вслух с трудом проговаривалось, как можно это вообще выговорить, да. И этот мистер Дарлинг, который все понимает там в акциях, в счетах и в банковских делах, который все понимает и все умеет, и все знает, и умеет об этом красиво говорить, и когда он сидит там и подсчитывает, во что им обойдется свинка, а во что им обойдется коплюш, а во что им обойдется молоко, ежедневное причем молоко и вообще содержание ребенка, ну тут извините, тут мне, кроме как, знаете, стихотворения Саши Черного, на ум вообще ничего не приходило. Знаете, у Саши Черного есть стихотворение «Обстановочка» называется. Ну и вот мистер Дарлинг, конечно, описывается совсем не плешивым молодым человеком, да, но тем не менее вот это кряхтят на счетах «Жалкие копейки», вот это абсолютно попадало как раз в мое представление, в то, что я видела, при том, когда прочитывала эти строки, да, Джеймса Барри. Именно эта картина и возникала у меня в голове, и именно с этим я смириться не могла. Я теперь понимаю, что мне мешало тогда, да, когда у вас маленький ребенок, и когда 7 дней в неделю, 24 часа, нон-стопом, вы находитесь в родительской позиции, и чувствуете себя родителем, родителем и еще раз родителем, и из этой роли выйти вы не можете, вы можете только совместить эту роль с еще какой-то ролью, да, ну, там, допустим, с ролью воспитателя, учителя, с ролью буквально там служанки, обслуживающего персонала, да, прачки, кухарки и всего остального. И все это висит на тебе. И вот именно из этой позиции читать вот то, что было написано, совершенно невозможно. И относиться к этому с пониманием тоже совершенно невозможно. Из этой позиции, получается, ты, включается только сопротивление, абсолютное сопротивление. Особенно еще после того, мало того, что они там считали, да, это все, и переживала миссис Дарлинг, останется ли Венди в семье, и потом они точно так же еще переживали, останется ли Джон, и потом Майкл. Но потом, кроме этого, у них еще появляется вдруг няня, ну, нормальная, мне кажется, да, буржуазное общество, няня, все нормально, все замечательно. Ну, когда на страницах в роли няни появляется собака, такая замечательная собака, да, которой они могут доверить своих детей, чтобы у них все было как у людей, все было как положено, и что Нена, это так звали собаку, замечательная няня, и она прекрасно справляется со своими обязанностями, ну, извините, это был удар по моему материнскому самолюду. Потому что вот какая-то собака, пусть даже породы Ньюфаундлен, да, пусть даже большая и черная замечательная такая собака, ну, то, что она может искупать и уложить ребенка, не хуже, чем другие няни, а я понимаю, это, знаете, как именно, выпад в мою сторону как матери, да, я с этим смириться не могу. Это был вот настолько болезненный удар по самолюбию, что это было совершенно ниже клинтуса, да. Мало того, что, говорю, тут автор поиздевался, можно сказать, бросил, шмякнул, вот он еще и потоптался этими собачьими лапами, да, по материнскому самолюбию, по самооценке, по тому представлению, именно представлению себя, как мы же все знаем, да, пока маленькие дети, каждая мама стремится, стремится к тому идеалу матери, который нарисован у нее там где-то воображение, и надо ему соответствовать, и надо все успевать, и нужно, чтобы дети подтверждали твои представления о своей собственной идеальности. И пусть даже если я там себе говорила, что мне не обязательно быть идеальной матерью, мне вполне хватит быть достаточно хорошей матерью, но тем не менее не будем себя обманывать, где-то там у нас бессознательно все равно хочется быть идеалом, хочется, вот, и постоянно получать какие-то подтверждения вот этой идеальности. Поэтому, знаете, читать эту книгу, вот именно с маленьким ребенком, это травматичное занятие, это очень трудно. И именно поэтому у меня тогда и не получалось. Но потом книги появлялись с разными иллюстрациями у разных издательств, в разных переводах. И я вот смотрела на них, просматривала, выбирала, тут читала восхищенные отзывы, и было столько всего. Мне так нравились иллюстрации Ингпена. Я-то увидела иллюстрации Рибика Марая. Вышла книга с иллюстрациями Митрофанова Максима и Квентина Грёбана. И вот столько было всего интересного. И в конце концов, как-то вот однажды, я книгу взяла. Я книгу взяла, стала читать. И вы знаете, я так хохотала. Я именно говорю, именно вот это всё, что я вам сейчас сказала, я наконец-то поняла, что именно мне мешало справиться с этим текстом. Я наконец-то оценила, увидела и почувствовала вот в каждом слове, в каждой строчке, да, почувствовала вот тот самый настоящий тонкий английский юмор. Вот то, что Барри тут писал, да, в каждой строчке, вот в каждом слове, это именно юмор, именно вот такая усмешка. Это вот именно взгляд со стороны на то, какими должны быть взаимоотношения в семье и как родители должны были относиться к воспитанию детей. И вот это именно вот этот юмор, это именно вот эта усмешка, я говорю. А тогда, когда ты находишься в позиции вот этого самого родителя, чувство юмора отказывает напрочь. Это не считывалось абсолютно вообще. Меня дико раздражал автор. Я думаю, ты посмотри, какой ты умный, да. Ты вот тут придумал такого героя, которому ещё и мало того, что ты тут над родителями издеваешься, ещё у тебя и герой такой, которому мама не нужна, который прекрасно без неё обходится, который может там куда угодно и когда угодно улететь, прилететь, что угодно сделать, не нести ни за что никакую ответственность ни перед кем, да. И вот это вот всё я ещё и должна читать собственному ребёнку, да. То есть практически как это я своими вот глазами, вот своим вот ртом буду произносить то, что считывается вот в этих строках, что родители в принципе не очень-то и нужны, да. Есть такая фраза, знаете, как нормальные дети любят не папу с мамой, нормальные дети любят трубочки с кремом. Ну и вы представляете, как это относиться к этому, да, как воспринимать такой юмор. Это сейчас я могу смеяться, да, над этой фразой, а тогда я смеяться не могла. Тогда мне это казалось вообще ужасным, как такое можно произносить вслух. Но вот оказывается нужно вырасти, нужно, чтобы твои дети стали взрослыми и совершенно уже не зависели от тебя. И только тогда, только тогда до тебя дойдёт всё, что вложено автором в этот текст. И тогда, именно тогда я и смогла его прочесть. И всё то, что мне казалось раньше вот нелогичным, каким-то сумбурным, издевательским. Ну как издевательским? Вот про первые главы я уже сказала, да. Ну вот, конечно, ещё плюс, вот ещё там, да, такой момент есть, как каждая мама вечером наводит порядок у своего ребёнка в голове, она садится в спальне, да, рядом и перебирает мысли у ребёнка. Каждую мысль она там протирает тряпочкой, укладывает, и, в общем, эти какие-то там несолидные, недостойные мысли убирает подальше, прячет куда-то поглубже, а сверху выкладывает вычищенные, выглаженные, самые приятные, значит, для неё. Самые для неё кажущиеся важными мысли, которые должны вот лежать на поверхности. Это же тоже юмор, да, это же тоже очень тонко подмечено наше желание, вот это вот наше именно родительское желание навести порядок в детских головах. А что там на самом деле творится, да, мы представления не имеем. И когда мы это поймём, и когда мы смиримся с этим, и когда мы действительно вот, ну, всем своим существом, всем своим нутром почувствуем вот это, да, что у ребёнка есть собственный выбор, что у ребёнка есть право на собственные мысли, да, и что нам не подконтрольно и не подвластно всё то, что хранится у него в голове. И мы, конечно, можем повлиять на его выбор, но, тем не менее, решающее слово останется за ним. И когда мы уже проживём какие-то все упрёки в своей неидеальности, и когда мы уже насладимся дифферамбами по поводу собственной идеальности, и когда это всё уже уравновесится, и, возможно, мы сможем немножечко как-то отстраниться от этого, да, вот тогда, наверное, всё написанное в книге перестанет нас обижать, перестанет казаться нам издевательством, перестанет казаться нам кощунственным само произнесение каких-то таких вот подобных слов, подобных фраз, подобных мыслей, тем более, как это читать своему собственному ребёнку, да. И тогда мы поймём, что Барри вовсе не хотел нас обидеть, он издевался вовсе не над нами, и он, честно говоря, даже и не издевался, он просто показывал, он показывал нам со стороны всю абсурдность требований взрослого чопорного английского общества начала 20 века, да, к маленькому ребёнку, к ребёнку, для которого самым важным вот именно сейчас, вот в этот момент, является его игра, когда он всецело может отдаться этой игре, забывая о каких-то правилах и о каких-то требованиях, которые ему предъявляются. Именно вот об этом он всё время говорит в своей книге, обращаясь и к нам, взрослым. И нам нужно это понять и услышать. Вот не отгородиться, да, своим собственным сопротивлением и возмущением, а именно услышать. Услышать. Услышать и понять. Как раз именно этого, мне кажется, и добивался Барри. Как раз именно об этом вот каждая строчка его книги. Его книги Питер, Пэн и Венди. Всё это мы можем прочесть, всё это мы можем послушать, всё это мы можем прочувствовать, когда читаем, да? Но если мы не можем этого понять, то пусть дети читают это сами. Потому что книга адресована именно им. Потому что книга показывает нам то, как устроена детская игра. Показывает нам вот ту самозавинность, да, с какой ребёнок отдаётся этой игре. И вот для меня книга стала из разряда сам себе психоаналитик. Наверное, я говорю, вот надо было, надо было, чтобы ребёнок стал взрослым, надо было уже отпустить ребёнка и уже давно не посягать на какую-то там на собственную значимость, возможно, в его решениях, в его жизненных выборах, да? И тогда уже спокойно и свободно это всё читается. И только тогда, только тогда вот уже появляется возможность оценить юмор, оценить всё, что сумел увидеть Барри со стороны, отстранившись от родительского пристрастного взгляда. А именно вот такой сторонний взгляд. Тут вот и нужно же тоже понять, что ни с потолка, ни ни откуда взялась эта книга, да, откуда вообще мог взяться этот герой. Почему взрослый, успешный литератор, автор, драматург вдруг неожиданно обращается к герою, маленькому мальчику, да? Маленький мальчик, вот, который противоречит всему тому, что транслирует какая-то общественная мораль. Ведь откуда он взялся? Прототипом героя Питера Пэна оказались пятеро братьев, пятеро мальчиков из семьи Луэлен Дэвис. И вот что пишет сам Барри, да, в посвящении пьесе, именно пьесе Питера Пэн и Венди. Он говорит, «Я создал Питера, хорошенько потеряв вас пятерых друг от друга, как дикари трут палочки, чтобы высечь искру. Он и есть, эта искра, зажженная вами». Да? Вот тут как раз и нужно вот это вот все понимать. Тут надо понимать, как складывалась биография самого автора, да, Джеймса Барри, который в детстве пережил трагедию, и это была именно семейная трагедия, в которую переживала вся семья и практически не дала возможности Барри прожить собственное детство. Веселое, беззаботное, безоблачное детство, да, потому что когда ему было шесть лет, в семье погиб его старший брат, 14-летний Дэвид. И семья очень тяжело переживала эту утрату и очень тяжело переживал ее сам Барри. И практически всю жизнь он все время размышлял о природе детства. Вот, видимо, не давала ему как покою, да, или что вот это вот не прожитое. И его знакомство с мальчиками из семьи Дэвидс, а когда он познакомился с ними, он был уже известным драматургом, женатым человеком, у которого был собственный дом, у которого была собака, большой синдернар по имени Портос, по кличке Портос. Именно гуляя с собакой в кельсингтонских садах, он познакомился с семьей, вернее он познакомился с няней, которая гуляла с мальчиками, с маленькими братьями. Значит, Джорджу было тогда пять лет, Джеку четыре, и маленький Питер был еще грудным младенцем. Они гуляли с няней в парке, и Барри, значит, познакомился с ними, начал веселить мальчиков, смешить их, танцевать с собакой, в общем-то там ушами шевелил. И, в общем, они довольно часто стали видеться именно в парке, и он с удовольствием ходил, встречался с ними, а потом впоследствии познакомился с семьей. Познакомился с родителями, и, в общем, в семье было пятеро мальчиков, и двое младших мальчиков родились на его глазах. Он дружил с этой семьей, он практически взял над ними, ну, можно сказать, шерства. Он водил их в ресторан, он водил их на разные мероприятия, на спектакли, еще куда-то там, на какие-то приемы. И все это делалось именно вот ради мальчиков, ради мальчиков, с которыми ему было интересно. Вместе с ними он проживал свое собственное, непрожитое детство. Вот они, 1901 год, они провели у него в загородном доме. Все лето семья, значит, он пригласил всю семью, и лето они провели у него в доме. Они играли, играли с мальчиками и в пиратов, и в индейцев. Барри тогда с удовольствием фотографировал. Ему было очень интересно, очень нравилось. И он занимался фотографией. И потом на основе этих фотографий была сделана книга. Она называлась «Мальчики, потерпевшие кораблекрушение на черном озере». Вот так. И понимаете, тут же слышно, сразу же слышно отсылку, да, потому что это же был тот самый век вот этой приключенческой литературы, да, когда дети очень любили эти книги и читали, и сам Барри в детстве читал эти книги. Все читали Жюль Верна, Майнрида, Купера, да. И здесь явно слышна вот эта отсылка к потерпевшим кораблекрушения. Это авторство Роберта Льюиса Стивенсона. Кстати, вот со Стивенсоном Барри состоял в переписке. Они, ну как, очно знакомы не были, но были знакомы заочно, переписывались и считали себя друзьями. Вот. И Стивенсон приглашал Барри к себе на свой остров, он уже жил тогда на островах, и он приглашал его к себе в гости. Потом эти отсылки, они слышны в книге, вот именно в Питере Пенне. И здесь вот это, даже в самом названии слышно, вот это, да, «Потерпевшее кораблекрушение». То есть из этих фотографий родилась фотокнига. Книга с подписями, с этими играми. И это было лето, напомню, 1901 года. В 1902 году Барри написал как раз свой небольшой взрослый роман, взрослое произведение, которое называлось «Белая птичка». И в него были включены главы о Питере Пенне, о мальчике, который живет вот в Кенсингтонском саду. Потом эти главы издавали отдельной книгой. И вот уже на основе этого он написал пьесу. Вот к 1904 году он написал пьесу, которую ставили, и настолько, так он был вовлечен в репетиции, и так загорелся, и так смог заразить вот продюсера, режиссера, всех именно вот своими идеями, тем, как должен, как он видел этот спектакль. Были там очень большие деньги вложены. Использовались там самые разные передовые достижения современной техники, сценической техники, и вообще вот именно технически. Что актеры там летали по сцене, там свет был очень интересно поставлен. То есть фея Диньдинь, сначала хотели там даже какую-то линзу применить, которая бы уменьшала ее, но это было технически очень сложно, очень дорого, от этого отказались. И, значит, фея изображалась просто огоньком, который перемещался по сцене. А вот актеры, да, летали, там куча этих всяких приспособлений была, музыка прекрасная, значит, в театре была. И настолько он был вовлечен, так он был вовлечен этой пьесой, этой постановкой. Спектакль удался. Да вот спектакль имел, значит, блестящий успех. Все были, хотя зрители были, основная масса была взрослых зрителей, и тем не менее, там первый раз были привлечены такие интерактивные, значит, приемы, техники, что зрители участвовали в этом представлении. То есть для того, чтобы фея не умерла, все зрители должны были хлопать. Именно не только дети, именно взрослые там от всей души вовлекались в происходящее, хлопали там, кричали, когда нужно было. Все, что нужно было делать по действию, по сценарию развивающегося действия, то, что им предлагалось со сцены, да, все выполняли это, и все именно очень воодушевленно вовлекались в это действие. И спектакль имел потрясающий успех. Именно вот после этого спектакля Барри начал перерабатывать потом. Ну, получилось, что произведение было переработано и написано уже к 1911 году. И здесь вот тоже нужно понять, вот все, что происходило, да, в этой пьесе, все, что он написал, это же все было подсмотрено в жизни. Это очень точные наблюдения, вот очень точный характер, вот то, какие дети, да, вот эта детская эгоистичность, детская беспечность, безответственность, вот эта абсолютная безответственность. И чтобы вот угадать именно с этой книгой, с ней надо попасть в возраст, чтобы ребенок прочел, чтобы ребенок восхитился. И когда эти приключения подаются именно вот тому ребенку, которому они нужны в игре, но он не дорос еще до книг, ни до книг Жюля Верна, ни Майнрида, ни Фенимора Купера, ни Вальтера Скотта, да, он не может справиться с этими громадными, толстыми, объемными романами, он не может понять тех глубоких смыслов, исторических каких-то, да, вещей, которые там заложены. А здесь вот это вот совершенно такая, какая-то, я бы сказала, хулиганская книжка, да, о хулиганской игре, о хулиганском поведении ребенка, который совершенно не задумывается о последствиях и о том, что последует за той игрой, которую вот он сейчас диктует сам, диктует себе и тем, кто его окружает. Вот он рождает эту игру, он сейчас в этой игре, и он захвачен полностью ей, абсолютно не задумываясь больше ни о чем. Вот то, что сейчас ему в голову пришло, если вам вот приходилось, да, видеть, наблюдать такую игру детей, у которых мгновенно в голове что-то рождается, мгновенные повороты сюжетов, мгновенно отбрасывается один, и они переключаются на другой сюжет, да, просто потому, что вот эта идея им кажется более захватывающей, она более интересной. Вот и тут же, сейчас же проговорили несколько фраз, и тут же уже переключились на что-то другое. И я, знаете, однажды пыталась записывать вот такую игру, вот те реплики, которые дети проговаривали в процессе, там, переставления фигурок, да, там, эти пластмассовые иконники, всадники. И я потом, когда прочитывал, это был такой бред, вот это был совершенный бред. Это то, что бывает, когда вы попытаетесь записать сновидение, да. Вот ваше сновидение, то, что вам снится, это же невозможно, когда ты... Причем во сне это все кажется, да, вполне нормальным и логичным, и все это выстроено, и ты проживаешь, переживаешь, и как бы нисколько не сомневаешься в том, что так и должно быть, как там происходит. Но когда ты потом наяву начинаешь восстанавливать нить вот этих событий, ты понимаешь, что это абсолютный, стопроцентный бред, который вот вообще невозможно никак не построить, не выстроить, не осмыслить его толком. Потому что это все вот какие-то вот эти бессознательные вещи, да, непроговоренные, но оставшиеся впечатлениями, и которые вот выплывают наружу в совершенно непонятной последовательности, в хаотичной вот этой последовательности, точно так же это все проявляется у ребенка в игре. Вот именно вот так, в абсолютно нелогичной, в совершенно непредсказуемой игре. И именно книга написана точно так же, она совершенно непредсказуема. Ее читаешь и не знаешь, что там будет дальше, чем оно все кончится, как это все будет, как вот это вообще можно уложить себе в голову, да. И тут вот надо, от этого надо отстраниться. Это определенный этап, ребенок вот воспринимает это не как образец для поведения, как часто считают родители, что книга должна быть образцом, она должна показать ребенку какой-то там образец поведения, еще чего-то. Здесь этого нет. Книга дает ребенку просто выплеснуть все то, что у него накопилось, да. Проиграть все то, во что ему хочется поиграть. Вот хочется ему в пиратов, вот они поиграли в пиратов. Потому что когда он там дорастет до этого острова сокровищ, да. Это у Стивенсона, пасынку было 12 лет, и они вместе проживали, проигрывали эту книгу. А когда детям 6, 7, 8 лет, здесь еще рано читать такую мощную и солидную вещь, да. Но зато поиграть элементарно. Вот это вот все он очень точно поймал, уловил и записал в своей книге. И эта книга была именно для детей вот как раз такой непредсказуемой книгой, которая является отражением и продолжением детской игры. И, наверное, именно это обеспечивало успех книги тогда, когда она появилась, да. И именно поэтому Питер стал героем, который нравился детям и продолжает жить до сих пор, да. Продолжают сниматься фильмы, снимаются мультфильмы, ставятся спектакли. И этот сюжет вот о мальчике, который не хочет взрослеть, он остается, он длится, он присутствует в нашей жизни, потому что хотим мы этого, не хотим, бессознательно все равно присутствует вот это желание, да. Опять оказаться вот в том раю, в беззаботном раю детства, когда дети бессердечны, о чем прямо пишет Барри, да, в своем именно посвящении. И вот очень много, очень много таких вот заметок, очень точных его наблюдений. Вот я вам сейчас, знаете, постараюсь прочесть вот то, что в книге есть такие, именно то, что она еще и написана при этом, да, вот при всей своей сумбурности вот такой, она написана таким тонким лиричным языком. Такие там метафоры, сравнения, какие-то вот очень точные наблюдения, которые вот меня сейчас, именно сейчас, они очень задевают, поражают. Я даже выписала специально, вот выписала, чтобы не листать книгу там с закладками, а именно выписала. Вот, например, Венди вела такой скромный домашний образ жизни, что знакомство с феями показалось ей чем-то изумительным, да. Вот смотрите, какое наблюдение. Девочка тех, именно девочка, которая растет в семье в той поры, воспитывается в такой обстановке, вот этой вот условности, что она даже игру с феями себе толком позволить-то не может, да. Это вот прилетает какой-то мальчик, неведомо откуда, и который знакомит ее с феями. А девочка должна вот у себя вести аккуратно, она должна штопать, складывать вещи, следить за своими братьями, да. То есть ей вот с самого начала девочке навязывается роль такой вот маленькой женщины, маленькой, но уже взрослой женщины, которая ведет себя как взрослая женщина. Она там радуется тому, что у нее есть возможность пришить тень, за штопать чулок. Это же вообще, я не знаю, ну, мне так кажется, совершенным избращением. Это настолько неестественно для маленькой девочки, которая, ну, точно так же бы может, почему она не имеет права проживать те же эмоции, которые проживает мальчик, да, играя там совершенно в каких-то безумствующих этих играх. Или вот никто из них не мог и секунды продержаться в воздухе, хотя Майкл уже читал двухсложные слова, а Питер и азбуки-то не знал, да. И опять тоже, это же навязанное общество. Маленький Майкл, который еще там и не ходит в школу, ну, вот, ну, самое главное его достижение, что он уже умеет читать двухсложные слова. А Питер вот не знает азбуки, совершенно дикий, да, вот этот вот невоспитанный ребенок, но зато он чему-то может научить этих вот воспитанных, знающих, образованных детей, да, которые знают то, что им диктует и предписывает общество. А Питер может дать им совсем другое, совершенно другое, вот чего общество им как раз не дает. Отказывает им в этом. Буквально отказывает им вот в полноте вот этой вот восприятия детства, в полноте, вернее, в полноте проживания своего детства. Вот так. Или вот, да, вот это мне очень нравится, да, второй поворот направо, а потом все прямо до самого утра. Так Питер объяснял Венди дорогу на остров, но даже птицы, у которых всегда при себе карты, куда они заглядывают на свистящем ветром перекрестках, не нашли бы дорогу по этому адресу. Вот это вот, да, на свистящих ветром перекрестках. Так мне нравится это сравнение. И само вот это, сама вот это тоже отсылка, да, второй поворот направо, и потом все прямо. Однажды в письме ему вот именно так написал, Стивенсон приглашает себя в гости. Вы найдете, говорит, вы меня там очень просто, второй дом слева. Вот. И здесь вот есть еще, смотрите, какой момент. Может быть, это лишнее, да, но мне так показалось это настолько интересным. Вот то, что... Это же был другой век, другое время. И вот этот полет, вот эта мечта о полете, то, что Питер умеет летать, то, что он может научить других летать, да. А само вот описание этого полета, и тут очень четко и ясно видно, что человек себе этот полет, в общем-то, и не представляет. Нет у него взгляда сверху. Потому что, если вы представляете, вот все мы летали на самолете, все мы знаем, да, как только он поднимает, достигает какой-то высоты, какие повороты, куда, зачем, зачем два раза поворачивать направо. Когда, если ты взлетел, и ты видишь, куда тебе нужно лететь, ну так прямое расстояние, вернее, наикратчайшее расстояние между двумя точками, это прямая. И ты видишь ту точку, куда тебе надо лететь. Зачем тебе по дороге какие-то повороты? Ты просто летишь как раз вот туда. И вот этого знания у Барри еще нет. Вот этого знания еще нет у человечества, потому что оно еще не научилось летать. И он описывает, именно вот сам полет у него получается как та же дорога, да, что дети там могли покружиться вокруг шпилей колоколем и лететь дальше, а потом они поднимались выше и снова летели дальше, пока не увидели остров. И вот здесь тоже вот эти моменты, да, мне они кажутся интересными. Мне кажется интересным обратить внимание детей на это. Субтитры тому,